Молитвенная жизнь лидера Их молитвенную жизнь И первый человек мы находим в Бытии 5.24 И это отец человека, который больше жил Да Мафусуил, это человек, который жил больше всего Его отец был Энох Да? Да, хорошо И в Бытии 5.24 о нем идет речь И вам этот стиль должен быть знаком И ходил Энох пред Богом И не стало его Потому что Бог взял его К чему эта фраза относится? Энох ходил пред Богом Что это означает? Молитвенность Преялся Что мы говорили с Богом? Коммуникает с Богом? Да Что мы говорили с Богом? Да Что мы говорили с Богом? Энох ходил пред Богом О чем это говорится? Он имел хорошее отношение с Богом Взаимоотношение с Богом Здесь есть мужчина Который имел взаимоотношения в начальной истории человечества Он был пред Ноем Он был пред Авраамом Перед Моисеем Перед Давидом И особенно перед Ишуа И стих в Писании Который описывает его жизнь Делает просто говоря Что этот человек имел взаимоотношения с Богом Он ходил с Богом И это то, к чему призывает нас Бог И это то, что мы делаем в молитве И даже в те моменты, когда в утреннее время мы имеем молитву и приближаемся к Богу Истина заключается в том, что это не единственное время, когда мы можем говорить с Богом Мы ходим с Богом так же Дух Святой живет внутри нас Мы говорим с Богом на протяжении всего дня Мы можем разговаривать с Богом, ходя по улицам в городе Одессы Если вы собираетесь это делать Я рекомендовал бы это делать вам в тишине И не будет хорошая идея одеть наушники Я не шучу, чтобы как бы Я хочу быть немножко таким веселым Если вы ходите по улицам, выглядите вот таким образом Кто-то может столкнуться с вами Но мы ходим, потому что мы ходим с Богом Мы можем говорить с Богом в любое время Авраам В Бытие, 18 глава, 22 стиха Бог пришел, чтобы посетить Авраама В той форме, в которой многие верующие считают, что был Яшуа Помните трое ангелов или трое странников И один из них был назван ангелом Господнем Многие верующие верят, что того, кого мы называем ангелом Господнем Это прообраз Яшуа И поэтому Бог и Авраам имели общение И вы помните Помните ли вы это общение? Нет, не помните? Бог говорит Это номер Нет, это в предметах Бог говорит Я не буду делать, что я буду делать Без рассказать моего友 Абраам А он сказал, что я не сделаю то, что я хотел бы сделать перед тем, как не поговорю с моим другом Авраамом Давайте подумаем об этой фразе некоторое время Как назвал Бог Авраама Его друг Он имеет взаимоотношения с друзьями У Бога были взаимоотношения с Авраамом Он его друг Ишуа позже сказал, что я не называю вас более рабами, но друзьями Мы друзья Бога Несколько лет позже какой-то написал песню на эту тему Поете ли вы ее здесь? Я друг Бога Я друг Бога Нет? Мы поем эту песню очень часто в Штатах Постоянно и постоянно Но истина в том, что мы друзья Божьи Он строит взаимоотношения с нами, как с друзьями А друзья, они говорят о том, что у них в сердце И это то, что Бог ожидает И неудивительно ли это? Он говорит, что я пойду в Содом и приведу туда суд Но перед тем, как я это сделаю Я хочу сказать об этом Аврааму, что я собираюсь сделать Это удивительно И так, и что он? Он говорит об этом Аврааму По причине, что у Авраама были взаимоотношения с Богом Он становится в такое положение посередине между Богом и Содомом И он начинает говорить с Богом о том, что Бог планировал сделать с Содомом Знаете ли, чего это образ? Когда мы стоим между Богом и кем-то другим Это образ того, чем является ходатайство Когда мы стоим в проломе между Богом и тем, за кого мы заступаемся И это то, что говорил Авраам Он сказал, Бог Если есть там 50 праведников Разрушишь ли ты Содом? Бог говорит, да Сохранишь ли ты Содом? Бог говорит, да Спасибо Я забыл, потому что я... Я обрадую это 45 35 35 25 10 Бог говорит, да Да, сохраню Я не разрушу по причине 10 Из-за 10 И по причине этих взаимоотношений, в которых были у Арама с Богом По причине этого заступничества Не только что Бог пообещал, что не разрушит Содом из-за 10 праведников И даже тогда, когда Бог пришел и не смог найти 10 праведников Он милостиво взял, возложил руки на семью Лота И позволил им выйти из Содома, чтобы они были в защите И это не было то, о чем просил Авраам Он об этом... Он это не проговорил Но он говорил, что мой племянник И он никогда не просил сохранить Лота Он об этом не говорил Но я считаю, что по причине заступничества, ходатайства Что Бог милостиво сохранил семью Лота Есть человек в Библии, которого имя Моисей В Исходе, 3 глава, с 3 по 14 стих У Моисея были плохие дни, трудные дни У Моисея были плохие годы У Моисея были плохих 40 лет У кого-то был когда-нибудь плохой день? А был ли плохой год? На самом деле, я не считаю, что у вас было аж 40 плохих лет Но Моисея прошел через них Отметьте Он был с другой стороны в пустыне Он неудачник Он человек, которого разыскивали Он убийца Его отвергли египтяне Отвергли евреи Он отвергнут своей египетской семьей Он был тем, кого мы называем неудачник Некуда уйти, некуда сокрыться И Он был в таком положении Напряжении 40 лет Но посмотрите, что говорит Бог Бог хочет, чтобы Он прошел И даже во время, когда Он находился посередине ничего Бог посещает его И Бог исполняет что-то, что привлекает Моисея И это так, как Бог поступает с нами У вас мог быть плохой день У вас могла быть плохая неделя У вас, возможно, был плохой месяц Даже, возможно, был плохой год Но по той причине, что Бог начинает взаимоотношения с вами Он не позволит вам уйти И наступает такой момент времени Когда Он привлекает вас к Себе И Библия говорит об этом феномене Что Моисей обратил внимание на куст, который горел и не сгорал И Бог начал говорить к Моисею через этот куст И это общение, оно очень интересное Потому что Бог призывает Моисея в служение Того парня, которого мы считали полностью дискофилицированным И Бог с Моисеем начинает иметь это общение И Моисея говорит Но, Боже, я не могу это сделать Я не могу говорить Если бы я даже мог, они не поверят мне И Бог продолжает двигаться в этом общении И Моисея отвечает Что я даже не знаю, как им ответить, кем ты являешься И это те стихи, где Бог раскрывает свое имя И Он отвечает ему Скажи, что Сущий тебя послал Яхве В этом общении В молитве Мы видим несколько вещей Бог привлекает Моисея через общение Через молитву Во-вторых Через эту молитвенную встречу Бог дает призвание Ему Это потому что Одни из вопросов, которые мы себя очень часто задаем Себя задаем Кто я? К чему я призван? И Бог в молитве Своим тихим голосом Приводит к личному переживанию, личной встрече И Он помещает призвание в твою жизнь Он говорит к тебе Он призывает тебя Он раскрывает тебя Он снаряжает тебя Вот такие вот вещи, они происходят в молитве И есть вещи, к которым вы можете вернуться позже в своей жизни И Он указывает на этот день И Он говорит, что я помню, что И вы помните, что в этот момент Бог, Он призвал меня Когда Вы помните, что в тот день Бог, Он проговорил эти вещи к вашу жизнь Вот там, где Бог меня восстановил И Он делает это через это удивительное общение С помощью Духа, который находится внутри И третья вещь, которую я хочу сказать об этой встрече Что Моисей был очень такой человеческий И честный И можем подумать, каким языком мне разговаривать, когда я разговариваю с Богом? Иногда нам кажется, что нам нужно развивать такой духовный язык Или такой духовный словарь Набор слов Возможно, вы выросли в той церкви, где призывают людей молиться публично И они звучат достаточно глубоко Очень духовно О, Боже! Звучит религиозно Как же наши молитвы должны звучать? Не знаю, как у вас, но мои звучат просто как Моисе Не знаю, как у вас, но мои звучат подобно, как у Моисея Что ты сказал, Бог? Ты что, шутишь? Я не могу это сделать Ты говоришь ко мне? Ты понимаешь, кем я являюсь? Человек По-человечески Честно Реально Это так, как выглядит наша молитва Это не какой-то такой духовный язык Это общение с Богом Это реальное общение И также мы здесь видим еще кое-что Что необходимо иметь в общении с Богом Богу и Моисея необходимо было иметь веру В то, что Бог К чему Бог его призвал Кто, я? Пойти обратно туда Они не будут меня слушать Я аж допустил неудачу, когда я был последний раз там Там Есть такое, как бы Как будто смерть надо мной Будут времена, когда Бог будет призывать вас сделать то, что вы будете считать, что это невозможно И каждое призвание Личная встреча с Богом Она ожидает, что мы в ответ имели веру Хорошо, Бог Я доверяю Тебе, верю Я просто Направляю свою веру к Тебе И это то, что сделал Моисею И дальше мы рассмотрим женщину, которую зовут Анна Ее история находится в 1-м царстве 1-я глава 10-16 стих Помните ли вы историю о Анне, не так ли? Она была бездетна Ее муж Второй муж, он мог иметь Пониопи 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 Maybe you say it a different way Пониопи? How do you say it? Пониопи His other wife 1-самуел 1 How do you say it? One minute Пониопи И ее имя? 1-самуел 1 Илкана Илкана Это его Это его имя Окей Правда? Илкана Ее имя? Ее имя? Ее имя? Илкана 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 Ты сказал? Илкана 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 Ее имя Илкана 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 Верс 2 Илкана Финана Ее имя Финана 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 Да У второй жены были детям? У нее не было она была бездетна Вторую жену звали Фенана. А Элкана был ее муж. У него было две жены. Анна. И вторая, которую звали Фенана. У Фенаны могли бы... Она имела детей, у нее она могла их иметь. А Анна не могла. И Библия в 10 стихе говорит, И была она в скорби души и молилась Господу. И горько плакала. И Писание обращает наше внимание на то, что она делала это постоянно. Она взывала к Богу. Дай мне сына. Она даже сделала предпочтение, Она даже пообещала ему, если ты дашь мне сына, я отдам тебе его обратно. В 15 стихе Илья посчитал, что она была пьяна. Потому что она сидела возле Дома Божьего и плакала. Я верю, что он увидел это по ее лицу. Она молилась в своем сердце, но ее губы двигались. Вы можете только представить, как она бы выглядела. И Илья сказал, Что с тобой не так, пьяная женщина? Но она ответила, что я глубоко смущена или в проблеме. Я выплакиваю свою душу перед Господом. Она говорит, Я проживаю здесь из-за большей ангуши и грусти. И я... В 16 стихе она говорит, От великой печали моей и о скорби моей я говорил, Адусель. Молитва — это общение с Богом. Но и бывают такие времена в молитве, когда наступают такие страстные или эпизоды, моменты, как здесь. И бывают такие моменты, когда печаль и скорбь нашего сердца имеют место в общении с Богом. Есть слово, которое мы очень часто используем для таких молитв. И на английском мы называем это У нас буквально переводится как «мучиться» или «молитва стинания». Знакомо ли вам такое определение? Это как раз стинание в молитве. Плачь в молитве. Плачь в молитве. Плачь в молитве. Много плача в молитве. Плачь перед Господом. И иногда это то, на что выглядит общение с Богом. Есть времена, где мы не понимаем, почему мы не получаем ответы, как мы получали раньше. Есть времена, где мы чувствуем, что Бог не появился в общении. Но у нас есть женщина, которая верила, несмотря на те обстоятельства, какие были обстоятельства. Она продолжала молиться. Она продолжала взывать в плач. Потому что она знала, что Бог благ. И она знала, что Бог ответит на ее молитву. И как лидеры будут времена, когда вы будете чувствовать, что присутствия Бога нету в молитве. Куда ты ушел, Бог? Все идет по расписанию. Где ты? И, между прочим, Бог, я говорил уже об этом несколько месяцев. Почему? Почему нет? Боже, я взываю об этом к Тебе. Иногда мы не понимаем времена Божьи. Мы знаем, что Он никому ничего не должен. И мы знаем, что иногда этот период, между тем, когда мы первым спросим и предоставим, когда он получил. И мы знаем, что есть период между тем, как мы первый раз попросили и получили потом. Есть процесс, когда Бог работает в нас. Йосиф. Можете ли вы представить, получил ответ в молитве в видении, когда ему было 70 лет? Со 17 лет, что на протяжении следующих 30 лет происходило все противоположное тому сну, который он получил. ненавиден братьями, отвергнут братьями, брошен в грязную темницу умирать. В яму продан в... как продан рабом. Ботан на славу закрыт с фараоном. имея небольшой прорыв, но он все равно оставался как раб. Возможно, чувствовал, что у него происходит прогресс. потифор. И, конечно же, жена потифора позвала его в спальню. Он сказал, «Нет, спасибо, мэм». Она позвала его еще раз. «Нет, спасибо, мэм». Однажды, до того дня, когда однажды никого не было в доме, она позвала его. И он сказал, «Я не могу это сделать. Я не могу согрешить пред Богом. Я не буду этого делать». И, может быть, он думал, что это такой финальный, последний тест. И я хочу сдать его. И он сделал правильно. Да? Да. Да. И какой же был результат того, что он поступил правильно? Опять он попадает в темницу. «Подождите». «Боже! Ты сказал мне года ранее. Я молился. Я спрашивал. Я плакал. Я спрашивал тебя, когда, когда, когда? Будут времена у нас, как лидеров, что мы не будем понимать, через что мы проходим. Мы будем вспоминать и вспомнить эти сезоны, где каждый день была просто эта связь с Богом, каждый день, каждый вечер. Мы будем вспоминать вот эти периоды, времена, когда у нас было общение с Богом каждое утро, каждый день. и здесь. И здесь, когда мы будем вспоминать периоды, когда они были пусты. И здесь, когда выглядело, что ничто идет правильно. Но да, до того момента, как мы будем продолжать. И что же помогает нам продолжать двигаться вперед? Простая вера. Потому что у Йосифа были взаимоотношения с Богом. Он знал Бога. И он знал, что, понимал, что я не знаю, что происходит. Но однажды Бог придет. И он как-то у него была такая молитва. До того дня, когда прорыв произошел. Давид. Псалом 5, 1-3. Он говорит, «Услышь, Господи, слова мои. Помоги мне, предоставь мне помощь. Мой Царь и мой Бог. Ибо к Тебе я молюсь. Он говорит, «Утром, Господь, Ты услышишь мой голос. Утром я показываю Тебе свои ответы и ожидаю принятия». И что-то интересное мы слышим в молитвенной жизни Давида. Что он отделил свое утро для время молитвы. И когда мы читаем Псалмы Давида, мы всегда видим, что он ожидал, что Бог придет. Даже тогда, когда он показывал ему свои проблемы. И он отдавал Богу славу, зная, что Бог выйдет в этих обстоятельствах. Иными словами, все Псалмы Давида выглядят как молитвы Давида к Богу. Это молитвы благодарения. Молитвы поклонения. Молитвы прославления. Молитвы ходатайства. Молитвы прошения. Молитвы смущения. Молитвы покаяния. Знакомы ли вы Псалмам нашим 50-й? Очисти мое сердце, Господь. Он кается о грехе, который он совершил в Версалии. И Псалмы это хорошая возможность научиться молиться. Потому что Давид знал Бога. И потому что Бог назвал Давида мужем по своему сердцу. И я верю, что каждый лидер стремится используя. Я хотел бы, чтобы каждый лидер стремился к чтению Псалмов постоянно. Вот так, как Давид молился. Чувствовать то, как Давид молился. и применять в своей жизни эти Псалмы молитвы. Псалмы это хорошее место научиться молиться. Быстро. Даниил. 6 глава 10 стих. Библия говорит, что Даниил пошел в свой дом и поднялся на крышу, на горницу, где окно было открыто к Иерусалиму. Трижды в день он склонял свои колени и молился. Интересно. Библия говорит, что у Даниила была ежедневная привычка трижды в день молиться Богу. Это не просто это не такие молитвы, когда мы просто ходим по улице молимся. Это были времена, когда он просто приходил перед Богом и имел молитву к Нему. Это была привычка Даниила. Ежедневная молитва трижды в день. Давайте посмотрим на Ишу. Марка 1.35 У нас написано Утром встал весьма рано когда еще было темно Вышел удалился и пошел в пустынное место и там молился. есть ключевые слова которыми я хотел бы вернуться. Следующее местоописание Луки 6.12 Jesus often withdrew к lonely places и prayed 6.12 лук лук 6.16 Ну, он уходил в пустынные места и молился. И последнее, Луки 6, 12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. И вот есть несколько вещей, о которых мы можем научиться с молитвенной жизнью Иешула. У него выглядит так, что у него была привычка молиться очень рано утром. Как вы думаете, почему он так поступал, так делал? Какая причина молиться очень рано утром? Назовите мне несколько причин. Тишина. Сайленс. Квайет. Дай мне еще другую причину. Начало дня. Начало дня. Хорошо начинать день с общением с Богом. Какая может быть еще причина? Ну, и ты нету. Не отвлекался. Он хочет сделать увидеть, не отвлекался. Вы не имеете в виду, не отвлекался. Вы не имеете в виду, не имеете в виду, и вы не концентрировались только на Бога. Хорошо. И вы идете дальше на лунную место, только на Бога. Да, хорошо. И тогда, может быть, что он хотел быть готовым, когда бы он не проснулся, наполнив улицы, чтобы исполнять служение. Очень рано утром, чтобы посвятить все время, весь день служению. И вот несколько интересных вещей о Ишуа. Он уходил в удаленное место, в пустынное, тихое, один, будучи, только один. В пустынное, пустынное. Он ходил на горы. Как вы думаете, как долго он молился? Всю ночь. Есть желающие? У нас есть несколько, да. Будут времена в нашей жизни, когда мы, как лидеры, нам нужно будет провести всю ночь в молитве. Могут быть времена, когда наши служаи, наши церкви планируют ночные молитвы. Но эти возможности, но это возможность провести такое удивительно огромное количество времени с Богом, до того времени, пока молитвенное время не закончится. Хорошо? Из-за того, что нету достаточно времени, мы начнем завтрашний вечер со многими практическими применениями. Кто может молиться? Как часто я могу молиться? Когда? Как мне готовиться к молитве? Какие составляющие молитвы? Хорошо? Типы молитвы? Да. Хорошо. Бог благословит вас, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok